Салам, дорогие, с вами Рус. Ух, давно, конечно, таких видео не было на нашем канале. В сегодняшнем видео я бы хотел с вами разобрать, какие топ-3 самых крутых токена должны быть в кошельке у каждого перед грядущей бычкой. Опять же, дорогие, вновь хочу сказать, что мнение мое очень субъективное. Перед тем, как будете делать какие-то дальнейшие шаги, изучите все самостоятельно. Ни в коем случае не следуйте только моему ложному мнению. Но я специально в последнее время активно наблюдал за рынком, чтобы подготовить для вас данное видео. Но перед тем, как мы начнем, я настоятельно советую вам подписаться на наш YouTube-канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно наше новое видео. Также переходите в наш Telegram-канал, здесь мы публикуем информацию о самых новых и сочных airdrop-ах, а также отчитываемся о своих результатах в тех проектах, в которых участвуем. И давайте будем приступать. Перед тем, как мы с вами начнем наш замечательный топ, ребятки, я хочу вам, в принципе, показать ситуацию на рынке за последний месяц. Прямо сейчас на наших глазах биток летит на 21 тысячу, уже 21 800. Поэтому, как мне кажется, это самое идеальное время для того, чтобы выпустить данное видео, потому что сейчас цены на большинство активов, указанных на данной хитмапе, улетят в низину и можно будет спокойно откупить на дне. Прежде всего, мне бы хотелось начать с такого проекта и их токена, как SushiSwap. Данный проект, как обменник, показывает себя только с лучшей стороны. В последнее время они отчитываются только о позитивных доходах, даже в такое тяжелое время. Но так или иначе, исходя из тех новостей, которые публикует сам проект, планы на дальнейшее развитие просто неимоверные. Сам же токен сейчас торгуется по цене 1 доллар и 30 центов. График за день просто замечательный, но так или иначе, нам наоборот это выгодно, поскольку купим мы это, как всегда, дешевле, чем оно есть по рынку. Помимо этого, токен находится на 126 месте на основе рейтинга CoinMarketCap и, по сути, входят в первую двухсотку всех токенов на рынке. Многие могут меня спросить, Рус, а почему именно SushiSwap? Почему не какая-то другая DEX? И почему твой взгляд остановился именно на данной свапалке? Ребятки, посмотрите, какое огромное количество сетей данная свапалка поддерживает. Тут есть почти все на текущий момент известные сети, которые находятся в легкой доступности. И помимо этого, проект не собирается останавливаться на этом. Очередным плюсом, который также может упасть в копилку DEX токенов на текущий момент, это какая-то непонятная акция, которую недавно запустили в Твиттере, вот с этими кулачками. Что-то непонятное должно было быть в понедельник. И, как мы видим в ответах на данный твит, как раз и пересылают такие же картинки с других DEX. Что будет дальше, пока неизвестно, но, видимо, грядет великий заговор. Как это уже принято, когда я начинаю говорить о монете, очень важно показывать, в каких точках бы я ее купил. Давайте начнем с самой первой точки. Прежде всего, мы, если рассматривать теханализ, пробили очень сильную наклонку, и сейчас летим вниз. И, по сути, нас здесь ничего не остановит. Есть пару зон проторговки, где мы можем остановиться на какое-то время, там чуть-чуть поторговаться, но так или иначе, общий тренд сейчас – это идти в данную зону. То бишь, на текущий момент я вижу основные 4 точки, где можно купить данный токен. Я бы прежде всего выбрал уровень 0.964, потом это точно 0.9, и впоследствии только уже 0.722 и 0.464. Почему беру такие большие диапазоны? Прежде всего, это из-за того, что мы начинаем быстро скалировать цену, тем самым понижаем нашу среднюю точку покупки, и нам будет гораздо проще выйти в дальнейший плюс. Ну и, во-вторых, здесь мы видим неплохую наторговку на историческом минимуме. Ниже цена еще не опускалась, и я взял по нижней границе, и если мы туда пойдем и коснемся данной зоны, это точный сигнал к покупке. Раз уж мы заговорили о замечательных свапалках, DEX, здесь просто невозможно обойти тему торчейна и их кроссчейнового обмена. Как по мне, торчейн и вообще, в принципе, кроссчейн должен стать трендом 2023 года. Да, сейчас мы видим, как летят метаверстки, как летят те же самые AI или же искусственные интеллекты, но все это, по сути, пух, потому что, как по мне, прежде всего, первичным должна идти ликвидность. И как только вы начинаете покупать токены, кто-то вам их должен предоставить. Их вам предоставляет не искусственный интеллект и даже не метавселенная, их вам продает обменник. Так вот, как раз кроссчейновский механизм от торчейна просто голубая фишка на рынке. Сам же токен проекта называется RUNA, все о нем довольно-таки много уже слышали. И на самом деле, свою определенную эпоху популярности он уже немного прошел. Я помню, как в одном чате мы обсуждали покупку его еще по цене 1.2. И на текущий момент с такого локального минимума токен уже вырос на 43%. Но не спешите сейчас нести деньги в рынок, давайте еще немного пробежимся по теории. Сам же токен торчейна, или же RUNA, находится на 77-м месте по рейтингу CoinMarketCap. И на текущий момент цена начинает вновь укатываться. Не вдаваясь глубоко в технологию и стараясь опять же соблюсти формат видео, более такой ускоренный, я хочу объяснить, что на текущий момент торчейн предоставляет возможность, которую нет у большинства DEX. Не так давно он был интегрирован в Trust Wallet, где как раз он и будет использоваться для проведения кроссчейн-транзакций. И крайне вероятно, что многие другие и кошельки, и обменники будут его интегрировать в своем дальнейшем будущем, поскольку гораздо затратнее создавать свой кроссчейн, нежели чем использовать чужой кроссчейн. Поэтому, ребятки, с абсолютной уверенностью советуем присмотреться к данному токену, поскольку это тоже очень интересный актив. По руне, ребятки, немного все сложнее, здесь я вижу очень много зон для покупки. Но так или иначе, мы опять же танцуем от наклонки, к которой скоро будем приближаться. И тут, как всегда, два сценария. Либо это ловушка, либо же это очень сильная зона интереса. И мы либо пойдем только выше, либо пойдем только ниже. Но я не хочу играть сейчас от отскока от наклонки. Я думаю, что это будет всякая ловушка. Рынок еще медвежий, бычка не намечается. Сейчас как раз по новостям начинается какой-то фат, о котором я вам расскажу в завтрашнем видео. Это будет очень сочное видео, поэтому готовьте блокнотики. Но так или иначе, я ожидаю полного пробития наклонки. Скорее всего, это будет сквиз, огромный, с фиксацией. Поэтому я бы сразу попробовал взять монету, прежде всего, по цене 1.291. Потом попробовал бы взять за снятием ликвидности и касанием от ордер-блока по цене 1.082. И впоследствии по цене 1.003. Там, ребятки, смотрите уже сами. Можно, в принципе, взять и по красивому значению. И по единичке, и, возможно, ниже единичке. Но я сомневаюсь, что мы провалимся ниже. Так или иначе, за текущей медвежьей рано. Мы уже почти что находимся у минимума. Но, как всегда, есть исторические минимумы, к которым всегда можем сходить. Есть очень неплохая зона на торговке. Как здесь, так и здесь, так и, в принципе, вот эти коррекции. Где тоже можно ловить токен, но мы уже одну коррекцию пролетели. И, как я понимаю, без какого-то сильного сопротивления мы увидели, да, отскок. Мы полетели чуть выше. Опять же, была наклонка. Опять же, пробили и полетели еще ниже. Вот, но так или иначе, я бы, наверное, пытался бы набирать дальше пазу в 0.634 и 0.344. Да, диапазон гораздо больше, чем это было на суше. Но, так или иначе, это самый оптимальный вариант для того, чтобы как раз покупать монетку на спот. Как оно обычно бывает, монетки-то мы уже выбрали, какие купить. Но где их хранить? Конечно же, я предлагаю вам, ребятки, третий токен, который выпускается кошельком Trust Wallet. Чем мне так нравится сам Trust Wallet? Прежде всего, сама политика компании, то бишь Binance, которая официально владеет Trust Wallet, ребята никогда не афишируют свои какие-то анонсы, либо же не стараются разгонять FAT вокруг себя. Они идут тихо, забирают свой рынок, забирают свои доли на рынке, забирают свою ликвидность, приглашают новых пользователей и так или иначе повышают интеграцию пользователя в свои продукты. Например, с тем же самым Trust Wallet, как только он вышел на рынок и официально был провозглашен как компания, принадлежащая Binance, прежде всего, что они сделали, это они создали BAT-токен, который является уникальным токеном каждого пользователя, которым нельзя торговать. Это, по сути, ваш вид аутентификации в данном мире, и данный токен как раз хранится только на одном кошельке, это Trust Wallet. Я крайне уверен, что у данного кошелька огромное будущее по двум причинам. Прежде всего, как я уже сказал, это очень крутая команда разработчиков, у которой есть достаточно денег, чтобы запиарить и раскрутить любой продукт на этом свете. И второе, это их текущий потенциал монеты. Сама монета кошелька, ТВТ, используется лишь для оплаты комиссий для кросс-чейн-обменов, о которых мы говорили с вами, когда рассматривали монетку Руна, буквально несколько секунд назад. И на текущий момент это все, что вы можете сделать с данной монетой. И мне кажется, что это далеко не потолок тех возможностей, которые может быть подвязаны на данный токен. Поэтому я бы крайне советовал вам изучить как сам кошелек, так и, в принципе, монету кошелька. Я в нее очень верю, и давайте будем переходить к зонам покупки. Апапап, чуть не забыл. Останавливаемся опять на CoinMarketCap. Прежде всего, это, опять же, 75-е место в рейтинге. Ребятки, мы уже находимся в сотке самых лучших проектов, либо же самых лучших токенов. И опять же, как мы видим, график цена просто укатывается. За сегодня мы улетели просто в низину, сейчас будем переходить к графику, там смотреть точки входа. И, как мне кажется, когда начнется бычка, все будут покупать разные токены. И ТВТ из них будет одним из самых крутых, по той причине, что все будут искать, где можно хранить свои токены. И люди, которые залочены в системе Binance, они не будут знать других крутых кошельков. Переходя, опять же, к анализу графика, к поиску точек входа, я хочу обратить ваше внимание, что мы опять возвращаемся к вопросу наклонок. Из моей общей практики на медвежьем рынке все эти наклонки, это, по сути, всегда является медвежьей ловушкой. Они начинают загонять цену, давать какие-то отскоки. И обычный ритейл-трейдер думает, ну вот он мой отскок, сейчас возьму аккуратненько лимиточкой и полечу на небо. Ребятки, я ожидаю пробития этой наклонки. Скорее всего, это как раз будет полет свечи где-то вот в этот диапазон, где была хорошая проторговка, где мы как раз ловим какую-то фиксацию. И вот в данной зоне приблизительно от 0.93-0.88 можно набирать пазу. Здесь, как таковых, объемов нет, мы просто полетим с квизом, поэтому какого-то жесткого сопротивления я не ожидаю. Дальше, если движение вниз продолжится, чего я, в принципе, ожидаю от всех активов, я бы набирал пазу по 0.7. И впоследствии уже по снятию дальнейших ликвидностей, это 0.46 и, наверное, приблизительно 0.31. Опять же, крайне вероятно, что последние две лимитки мы не затронем, но это исторические минимумы, вокруг которых была прежде надроговка, где можно, в принципе, попробовать накопить активы. Фух! А на этом, в принципе, все. Ребятки, давайте, наконец, глянем, что у нас сегодня за день. Биток улетел на 4%, а за последние 4 часа мертвое поле. Так или иначе, смотрите внимательно за рынком, возможно, это последняя возможность, когда можно будет заскочить в данный bullrun, который скоро нас уже ожидает. Попрошу вас вновь подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно наше новое видео. Напоминаю еще раз про телегу, ребятки. Наверное, я создам там полный список всех токенов когда-нибудь в ближайшем будущем, которые я рассматриваю для покупки. Данный лист будет, по сути, моим подтверждением на момент того, когда мы будем эту прибыль распределять по тому количеству процентов, сколько нам удалось заработать. Я как минимум ожидаю 10-кратного увеличения баланса, но это пока все вилами на воде, давайте будем смотреть за результатом. А с вами был Рус и канал Бабкина Крипта. И самое главное, не теряйте свой кэш. Субтитры сделал DimaTorzok